Мы находимся в школьном дворе. Да, это вообще образовательная школа. Сейчас, видите, видимо, остались на продлёнку. Учебный год у нас уже начался. Буквально на прошлой неделе, 8 августа. Папа, по-моему, на прошлой неделе начался. То есть, что здесь было раньше вообще? Это портовый район. Это старый порт. И до середины 19-го столетия сюда вообще приличному человеку лучше было бы не ходить. Что тут было? А теперь прямо самый наизжеланный район, наилучший. Да, здесь были разные хижины, рыбацкие хижины, притоны, кабаки, склады морские. Ну, одно из первых приличных зданий, которое было построено, это вот казармы. Казармы, которые мы сейчас увидим для российского флота. Ты имеешь в виду царских времён? Царских времён. Бывшие морские казармы. Тот же неоклассицизм, которым построена вся Сенатская площадь. Тот же архитектор Энгель. Ну, в принципе, по облику многое напоминает, конечно, Питер. Это прямо чистейший Питер. Сейчас это Министерство иностранных дел Тенгель. И тут же находятся наши известные мощные ледоколы. Фенские ледоколы. Огромные. Шесть ледоколов, которые сейчас отдыхают. После зимы напряжённого сезона. Да, шесть ледоколов здесь стоит. Все эти ледоколы были построены на судоверфи Хельсинки. И они очень мощные. И среди них тоже есть ледоколы, которые построили не очень давно. Суперсовременный Поларис, который работает как на дизеле, так и на жиженом газе. Вот интересные названия. Гибридные. Гибридные. Интересные названия. Да, кстати, они пробивают лёд, который может быть один метр, даже почти два метра толщиной. Они очень мощные. Так, а с этой стороны как раз эти казармы. Министерство. Бывшие казармы, да. Бывшие казармы, да. Посмотри, какие у них здесь. Они же, наверное, на отсюда лошадях поезжали. Смотри, какие у них внизу ворота. Красивые казармы. Думаю, что внизу были ещё и конюшни. Наверное, были конюшни. Тут же есть неподалёку клуб, офицерский клуб или казино бывшее. И тоже мы так и называем его ресторан-казино. Огромные, конечно, эти целые плавучие дома, ледоколы. Ну, финны же всегда хорошо строили всякие корабли. СССР неоднократно заказывал здесь различные, в том числе ледоколы. СССР, не только СССР. И многие из тех, которые были построены в советское время, надо до сих пор бороздять ледовые просторы. Но более где-то 60% всей мировой ледокольной флотилии было построено именно в Хельсинки. Да. То есть арктические суда, это финны в этой области очень сильны. Преуспели, да. Ну, и не только арктические суда, и фешенебельные круизные суда. Лайнеры, да, круизные. Лайнеры для Карибского бассейна. Да, их регулярно вообще-то заказывают, шикарные. Да, и самый последний, это был Icon of the Seas. Был построен не здесь, в Хельсинки, а в Турку, на судоверфи в Турку. Это очень важные продукты экспорта. Сейчас мы пойдем на наш ковровый причал. Искупаемся. Да. Купальник ты захватила с собой? Ну зачем? Мы там вполне можем в труселях купаться, никто не будет возражать. Ну, в общем-то, да. Мы очень демократическая страна. И вот как у нас тут спокойно, настоящее деле. Да. Не очень зеленый остров, очень спокойный остров. Что интересно, это не только престижные, дорогие квартиры. Здесь даже есть и городские, городские, то есть съемные квартиры. То есть там живут у нас понаехавшие? Да, в том числе. Которые вообще не работают, а только наслаждаются жизнью. Ну, наверное, среди них есть и такие тоже. И вот они как раз вот здесь вот. Ну, вообще-то из тех, кто приехал на работу, по крайней мере, 60% работают. А вот с беженцами всегда трудоустройство хромает. Беженцы как-то они это... Не очень активные. Не очень настроены на работу. Бывают такие беженцы, если они беженцы, то я китаянка. Так, вот мы как раз сейчас очень близко. Один из ледоколов, название носит очень красивое. Сису. Сису. Ну, наверное, вы слышали, что такое финский сису. Сису – это несгибаемость. Это очень важная черта финского характера. А вот и наш народ уже купается. Как же? Ну, такой чудесный день, конечно, грех не искупаться. Вот сюда мы приходим плавать. Прямо с этого вот, кого она кричала. Русалочка спрыгнула. Ну, и летом тоже люди приходят сюда постирать коврики. Но больше всего плаваем тут. Был же разговор, что прекратится стирка ковриков. Да, по экологическим причинам. Да, но использовать можно только натуральное сосновое жидкое мыло. Но уже меньше, меньше стирают. Но всё-таки это ещё такая старая традиция и социальное мероприятие. То есть пережитки прошлого ещё не изжиты. Ну, финнам очень нравится, когда они постирают этот коврик. Он пахнет свежей сосной и свежестью. Вот у нас тут специальные есть тоже аппарат, отжимающие эти коврики. И тоже вот эти вот... Для сушки. Да, стойки для сушки. Стойки для сушки, да. Сейчас мы проверим, сколько градусов вода в заливе. Там же градусник есть. Есть градусник. И тоже у нас можно проверить температуру воды на всех пляжах по интернету. По интернету. И качество тоже, да, и качество тоже можно проверить. Сейчас мы проверим. Предлагаю, что градусов 20 где-то. Ой, я позавчера купалась в озере. Там было, по-моему, 22. Очень тепло. И наш градусник сейчас посмотрим. 20 с половиной. 20 с половиной. 21, 20 с половиной. По финским меркам почти кипяток. Нормально. Раз. Люди, которые плавают здесь, пока не уберут этот мостик до самой зимы. Вот эта тропинка идет вокруг всего острова, прямо до терминала. Конечно, шикарно прогуливаться. Летом. Лимой тоже. Спасибо, поснимайте немножко. Вот. Остров-зоопарк рядышком. Он у нас там спорт-джим. Пойдем посмотрим. Да, люди спортом занимаются. Здесь площадка есть футбольная. Послушай, я прошла по городу, огромное количество туристов. Да. Что за туристы к нам сейчас ездят? Отовсюду. Туристы приезжают отовсюду. Вот, наверное, сегодня у меня были американские туристы. У нас приезжают из Европы сейчас очень много, потому что в августе там отдыхают. Но больше всего туристов приезжает по статистике. Сейчас из Швеции, из Германии. Вот несколько автобусов стояло, немецких автобусов. Из круизных кораблей. Там разные туристы со всего мира. Из Китая тоже сейчас. У китайцев огромное количество. У китайцев очень. Тоже индусы. Индусы тоже очень много гостей. Слушай, а на каких языках ты ведешь экскурсии? Я веду в основном на английском языке. И тоже иногда на русском, потому что приезжают из балтийских стран. Не, ну а литовский, ты, наверное, по-литовски? Да, литовский тоже. И для тех, кто... Ну и финский. Да, финский. Те, кто не знает английский, для тех, кто знает русский, например, из Болгарии иногда бывают туристы. Да, старшее поколение, они не очень хорошо знают английский. И им лучше по-русски. Да. Или там из балтийских стран тоже тогда по-русски. И по-литовски, да. Ну да, замечательно. Ну давай, покажи, чем ты здесь пользуешься. Вот здесь такой замечательный спортивный зал под открытым небом. Расскажи нам, какие девайсы у тебя любимые? Я еще не опробовала их. Позорище какое-то. Ну только плаваешь. Стыть, позор, стыть, позор. Нет, это новые у нас, это у нас новые. Да, ну я вижу, прям новенькие, да, стоят тренажеры. О, хорошо, здесь можно еще регулировать у них вес. Отлично. Я еще не опробовала. Да. Взялись в пользование. Хорошие. Так, детвора здесь без надзора взрослых заныривает. У тебя немцы тоже есть, туристы? Ну в основном немцы, у них немецкоязычные гиды бывают. Они, да, со своим гидом приезжают? Ну или местных нанимают, или со своим гидом. Немцы вообще очень интересная группа, то есть туристов, которые очень... Ну, немецкая экономность прекрасная. Они приезжают со своей полевой кухней, со своими лавочками. Я видела у них автобус. И в центре города устраивают пикник. У них там в автобусе спальные места устроены. Приезжают в городе эти столы, лавки, керосинки и начинают готовить там. Это, конечно, удивительно, да. Потому что здесь множество ресторанов, кафе, магазинов, даже где можно купить готовую еду. Ну, они открывают свой ресторан в центре города прямо. Слушай, ну я думаю, что это не из-за экономии, а просто стиль жизни. Ночевка в кабине спальни позволяет совершать независимые и индустриальные туры. Это подтверждает более чем полувековой опыт использования передвижных отелей компании Rotel Tours. Продолжительные автобусные экспедиции вряд ли были бы возможны без спальных отсеков Rotel. Rotel Tours использует четыре вида транспортных средств. При этом пассажирский салон стандартный. Он одинаков для путешествий в любых условиях и в любой угол нашей планеты. Спальные отсеки размещаются в задней части специального автобуса, либо следуют за автобусом как отдельный прицеп. Спальный отсек во время движения закрыт и недоступен для туристов. Однако после прибытия на место спальное пространство бывает готово уже через пять минут. Ночевки иногда проходят в окружении дикой природы. Каюты в Rotel Tours предусмотрены одно- и двухместные. Габариты одноместные 90 см на 90 см на 183 см. Каюты располагаются в спальном отсеке в три этажа. Быстросъемные перегородки позволяют варьировать соотношение одно- и двухместных кают. Каждая каюта закрепляется за туристом на все время путешествия, как сидячее место в автобусе. При довольно скромных габаритах кают автобусов-гостиниц спальные места в них достаточно комфортабельны и практичны. Каждая каюта снабжена солнцезащитной шторой, антимоскитной сеткой, в ней имеются индивидуальное освещение и постельные принадлежности, откидывающаяся форточка. Туалет в передвижных отелях Rotel имеется, однако душа нет. Мыться предлагается на стоянках в мотелях. Завтрак и ужин в Rotel готовят на встроенной кухне. Обычно на завтрак подают кофе или чай, хлеб с маслом и джимом. В меню также есть сыр, яйца, колбаса и мюсли. Вечером обычно подают горячие блюда, приготовленные из свежих местных продуктов. Нередко проводятся пикники на дикой природе. В случае дождя прием пищи возможен в автобусе. Огромные ярко-красные автобусы гостиницы Rotel Tours можно встретить в любом уголке нашей планеты, от монгольских степей до патагонских хант. Компания утверждает, что аналогов этому виду путешествий в мире не существует. Нравится ей. Нравится, да. Но немцы это одна из больших групп, посещающих, согласно нашей статистике, в Кельсинке. Довольно-таки много приезжают туристов из Германии. Добро пожаловать все туристы со своими кухнями тоже. Да, Великомин, нам-то все равно. Пусть приезжают. Интересно, что американцы приезжают. Раньше они там, вот много групп, которые приезжали отовсюду, но у них было именно из Хельсинки. Они еще делали геройские поездки в Питер. Да, конечно. Я был в Питере. Все равно, что побывал в берлоге у зверя, у медведя. Ну, Питер, да, очень сильно привлекал, особенно круизные суда. У нас было в два раза больше раньше. А из-за того, что сейчас в Питер не заходят круизные суда, естественно, конечно, привлекательность. Вот и Хельсинки тоже уменьшается. Ну, ничего, мы устроили другие. Например, в Котку приезжают в маленький город Котку. Тоже эти круизные суда. Ну, в принципе, конечно, когда сейчас такие вообще жаркие волны в Европе, многие стремятся теперь лето провести где-то на севере. Да, из Европы очень много приезжают. Лето здесь замечательное. В Лапландию даже приезжают, да, на наши дачи. Для многих это сюрприз, какое здесь замечательное лето. Конечно, если оно есть. В этом году мы не жалуемся. Ну, в этом году замечательное лето. Дай бог, как говорится, каждый год. И пусть продлится как можно дольше. Пойдем смотреть Югенштиль, потому что чем славится этот район? Именно своей архитектурой. Да. Архитектурой в стиле национального романтизма. Или его называют еще Югенштиль или Северный Модерн. Смотри, вот эту дверь можно снять. Ну, сейчас, как он, тот угол красиво смотрит. Спасибо. Это сквер. Очень красивые петражи. Драматический какой вход в дом. Друзья, я хочу поблагодарить нашего замечательного гида Татьяну за интересную прогулку. Ну что, чтобы мы всегда так жили. Пейте пиво педное. Будете стройными. Будете стройными, как мы. Всем хорошего дня.